Несколько дней искали полицейские Жангельдинского района, потерявшийся в степи скот. С заявлением о розыске 12 табунов лошадей, а это 243 головы и 62 коров, обратился житель села Колкомыс. Обнаружить пропажу удалось только через 4 дня. В поиске были задействованы 5 экипажей, это порядка 15-20 сотрудников местной полицейской службы. На пересеченной местности обнаружить скот всегда непросто. Как отмечают стражи порядка, это уже не первый случай в южных регионах Кустанайской области. Владельцы лошадей и крупнорогатого скота не заключают договоры с пастухами. Также не все животные носят необходимые бирки. За нарушение правил выпаса скота теперь владелец заплатил штраф в размере 20 мрп. Это около 50 тысяч тенге. Вот этот момент, они обращаются в полицию, когда они же прекрасно понимают, что они недолжным образом содержали свой скот. Пастуха не было. И вопросов по привлечению к административной ответственности у них не возникает. То есть они, как правило, все согласны с этим. Они согласны с тем, что они должным образом его не выпасали, что там у них неберкованный скот. Мы бываем, сотрудники полиции скот ищут, как бы особых приметов нету, там цвет, масть, возраст и плюс там тавро, если есть. Тавро должно быть соответствующего образца, то есть ветеринарными органами устанавливается должное тавро. То есть там КИЗ и нумерация региона, потом номер владельца. Как правило, в данном регионе тавро по имени, либо по фамилии владельца, там буква Ш, Б или Е. Вот так вот. Остальных отличительных признаков нет. А потом поиски этим и затрудняются.